30 июля пилотный проект «Город учит город» завершится. Половина курса позади. Многие его участники подружились и стали одной командой, работающей на общий результат. Поэтому к волнительному моменту посвящения в управдомы решили подойти вместе креативно и празднично, чтобы было что вспомнить, а заодно чтобы показать пример другим. Александр Гусев назвал управдомов лучшими учениками, которые когда-либо обучались в Одинцовском университете. Я хотел бы пожелать вам, наверное, чтобы то, что вы приобрели, то, что вы поняли, естественно, применить это в своей жизни. Хотел бы, наверное, и пожелать, чтобы люди, которые живут рядом с вами, ваши соседи, ваши друзья, ваши родственники, которые рядышком в вашем доме, в вашем подъезде, чтобы узнали еще больше о той работе, которую предстоит сделать всем нам, потому что вся учеба сводится к одной простой причине, чтобы нам больше работать. Свою команду слушатели курсов назвали луч света, потому что свет дарит тепло, добро и созидание. Он входит в каждый дом и наполняет его жизнью. А вот и девиз команды. Пусть будет свет, пусть будет дом, пусть будет в доме управдом. А раз есть девиз, должна быть и клятва, считают управдома и выдают ее на гора. Должительно клянусь, бороться с несправедливостью, быть честным и объективным, защищать интересы жителей своего дома, отстаривать их права, улучшать условия проживания, горячо любить свой город Одинцова. Клятву решили закрепить, повязав на шею пионерские, то есть управдомские галстуки. Ведь Одинцовские управдомы и есть настоящие пионеры. Они первыми во всей Московской области вместе с коллегами из Лобни сели за парты, чтобы научиться правильно взаимодействовать с управляющими компаниями и властью, делиться полученными знаниями с жителями своих домов. В борьбе за звание лучшего города Московской области, города Одинцова, будь готов! Себя готов! Кульминация награждения вынос под аплодисменты праздничного торта с гербом Одинцовского района. Это они, первопроходцы, так благодарят район и город. Официальная часть довольно быстро перетекла в чаепитие, обсуждение новостей и планов на будущее. Слушатели курса с удовольствием рассказывают о своей учебе. Данный курс рассказывает, как правильно действовать председателю совета дома в определенных ситуациях, куда идти, куда обратиться, как с управляющей компанией найти взаимодействие. Некоторые вещи я действительно просто для себя открыл. И сейчас уже в ходе занятий некоторые вопросы смог решить. Когда меня выбрали в совет дома, я даже не знала, с чего начинать. Сейчас вот на протяжении нескольких занятий уже поняла, как собрания проводятся, что в нашем ведении, за что мы отвечаем, за что отвечает наша управляющая компания, какие у нас права, какие права и обязанности у управляющей компании. Потихоньку начинаем вникать во все эти дела. Валентина Ростовщикова, научный руководитель образовательного проекта «Город учит город», призналась, что она не ожидала увидеть настолько неравнодушных слушателей, которые учатся по-настоящему, требовательно к педагогам. Большое спасибо всем, кто сегодня принимает участие в этом проекте. Администрация района, администрация города, Одинцовский гуманитарный университет, который взял на себя организацию всего этого учебного процесса. В общем, процесс нелегкий, он трудоемкий, но он первый, он пилотный. И после этого останется здесь постоянно действующая площадка, после которой будут учиться следующие и следующие. И тот ритуал, который сегодня случился, он будет переходить из одной группы в другую. Закончится обучение вручением слушателям удостоверений о повышении квалификации. Анна Макарова, Леонид Гордин, телекомпания Одинцова.